Смарт дом. Приобретайте лучшие товары по лучшим ценам у нас. Смарт дом. Приобретайте лучшие товары по лучшим ценам у нас. Смарт дом. Приобретайте лучшие товары по лучшим ценам у нас. Смарт дом. Приобретайте лучшим ценам у нас. Смарт дом. Приобретайте лучшим ценам у нас. Однако в полном объеме он не был возвращен. Директор ООО факт наличия долго признал, но обещаний вернуть переработанную древесину не сдержал. А когда представители лесхоза посетили базу ООО, оказалось, что отгруженный для переработки лес исчез неизвестное направление. Работники ДФР выяснили, что на протяжении всего периода переработки лесоматериала, принадлежащего лесхозу, директор ООО изготавливал заготовки в виде досок толщиной около 10 см для собственных нужд, из которых в дальнейшем производил ящики, отгружая их на экспорт. Кроме этого, он продавал фактически принадлежащий лесхозу лескругляк в адрес иных субъектов хозяйствования. Документы по этим сделкам после доставки груза и вовсе исчезали, не отражались в бухгалтерском учете. Удалось установить и клиентов директора ООО, которые рассказали, что договориться о покупке древесины можно было в соответствующем телеграм-канале. Всего собственник деревообрабатывающего предприятия незаконно присвоил свыше 480 кубических метров древесины на сумму свыше 40 тысяч рублей. Ее реализация по действующим ценам для коммерческих структур принесла бы лесхозу в несколько раз больше прибыли. В отношении руководителя ООО возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растрата.